Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля, меня зовут Виталя, это игра под названием Скрайб, что переводится как Писарь. Что ж, продолжаем нашу карьеру средневекового монаха-писаря, письма пришли утренние, что ж, давай по порядку смотреть, похоже, много пришло. От барона Медока пришло нашему Бертару Орвальду, это брат нашего барона, и Медок, тот самый злобный Медок, приветствует нашего брата, говорит, что он его заинтриговал, и что Медок будет ждать брата нашего барона и его жену Викторию к обеду. Что ж, отлично, мы посвоевольствовали, да, и отправили письмо Медоку в прошлой серии, чтобы, чтобы, с предложением того, чтобы он встретил нашего этого, как его там зовут, Бертара, да, днем ранее, а потом на следующий день, чтобы к нам пожаловал с визитом, тоже я посвоевольничал в этом плане. Что ж, что у нас еще там есть? Дьякон Тимофей, получатель писаря, о, мне письмо. Все-таки есть свои достоинства у выбора остаться в храме, не став писарем. Сегодня мне выдалась возможность прогуляться и донести письмо до твоего дома, избежав гонца и таким образом нашу церковь. Назревает что-то недоброе, гонцам запричили ходить в военную академию. Такая молчанка неспроста. Если нужно будет писать в академию, то не отправляй письмо, нечего переводить бумагу. Лучше сохрани ее, хоть и исписанную с одной стороны. Она тебе еще понадобится, если хочешь что-то изменить. Так, получается, мне подсказка от него пришла, чтобы я не слал письма в военную академию, потому что их перехватывают, их, понимаете, уничтожают, да? И чтобы я лучше сохранял эту бумагу. То есть, получается, тут бумага какая-то редкость огромнейшая, да? То есть, она просто на вес золота, не знаю. То есть, каждый листок бумаги для меня может в будущем быть ценен, да? Чтобы отправить что-то другое, кому нужно. А помнишь, мой друг, в прошлой серии у нас барон оставлял листок бумаги, да? И я его использовал для того, чтобы пригласить Медока, того самого злобного Медока, к нам сюда домой. А там еще опция была оставить этот листок бумаги. Ну, я как бы увидел эту опцию и подумал, это еще зачем? Что за чушь? А вот теперь игра мне подсказывает, зачем это. Бумага здесь очень редка и цена, мой друг. Вот какие дела. Так, а что это музыки? Музыка какая-то пропала. Я не знаю, почему это музыка была и уже музыки нету. Так, и еще от дьякона Джанет тоже мне письмо. Здравствуй. Возможно, ты меня не помнишь, но мы учились вместе. После переписывания книг вы с Тимофеем постоянно судачили о прочитанном. Со мной вы почти не пересекались. Пишу тебе с просьбой. Со всей серьезностью и упорством выполняй свою работу. Семейство Орвальд погрязло в грехе, и ты не мог этого не заметить. Наставь их на путь истинный, иначе останется только выжигать заразу вранья. Господь все видит и поможет детям своим в тяжелый час. Ну, пусть помогает на все... Здравствуй. Волей его. Так, а что с музыкой? Куда музыка пропала? Подожди-ка. Давай-ка мы перезайдем. Не знаю, что-то сломалось вот где-то такое ощущение. Здравствуй. А, так ее просто нету. Ну, ладно. Здорово. А, я забыл, что я не мой. Ну, короче, я помахал тебе. Покивал. Курить будешь? Нет, я бросил. Нет? Ну, и ладно. Да знаю, что вам нельзя. Неважно. Знаешь, что интереснее? Клавесины. Хочешь сказать, никогда не видел их? Большое упущение. Они такие роскошные. И часто с вычурным орнаментом. Или размашистой картиной. Как будто от этого лучше звучат. Но на самом деле в этом есть только правды. Представь обворожительную юную девицу. Играющую на простецкой лютне. Что бы она ни сыграла, ты все равно будешь улыбаться. Ведь перед тобой красотка. То же самое и с клавесинами. Они обворожительные красотки. Вдобавок играют на них люди в костюмах. И платьях таких, что взгляда не оторвать. И где-то в темном уголке этого представления скукожилась музыка. Так что да. Я больше по обворожительным красоткам. Чем по клавесинам. Понимаешь? К чему ты меня все это прогнал? Я не понимаю. К чему это вся телега? Вот и славно. Пожалуй, я откланяюсь. До скорого. Пришел. Какую-то хрень мне тут прогнала. Письма никакого не дал. Ничего не продиктовал. И ушел. Зачем заходил спрашиваться? Ему либо скучно, не с кем поговорить. Доброе утро. С немым пришли разговаривать, слышишь? Хорошо, напишу твоей Виолетте или Валле. Не знаю, кто это такая. А, Левалле. Это которые на бал приглашали их всех. Мой друг, здесь в этой игре нужно очень все внимательно запоминать. Прямо я очень внимательно прошлую серию пока монтировал, пересмотрел. Прямо очень внимательно запоминал все. Потому что, да, в прошлой серии правильно в комментариях написали, что я забываю тут же спустя минуту то, что было до этого. Так потому что я не думал ничего запоминать. Я как бы, ну, блин, где-то же должно быть записано. Чего-то про кого-то. Всегда посмотрю. Ну, как в Бранте, мой друг. А здесь нихрена. Тут надо запоминать. Просто на лету все схватывать. И откладывать все в памяти. Каждую дату. Каждое имя. Каждого там кого-чего-куда. Они еще приходят, мне про какие-то клавесины рассказывают, забивают все мозги мне. Я вот думаю, мне это надо запоминать или нет. Привет. Скоро приедем к вам на бал. Уже не могу дождаться. Поможешь мне кое с чем. Даже не знаю, как лучше выразиться. Поэтому скажу прямо. А можешь как-нибудь организовать, чтобы на балу Август пригласил меня на танец. Я долгу не останусь. Будь уверена. Естественно, прошу сохранить в тайне мою просьбу. До скорого. Ну, у нас нет варианта что-то другое написать. Поэтому будем писать это и отправлять правильному адресату Виолетте Левалли. Что-то епископа упала его поддержка. Отношения. Здравствуй. Я к тебе опять с просьбой. Положи в письмо эти документы. Так, а это что-то мутит. Мутит. Какие-то документы кому-то переслать. Мошенница такая. Такая-сякая. Требует особого надзора. Я думаю, со стороны церкви она требует особого надзора. Вот что это скорее всего означает. Ну, это я на досуге так подумал. Это типа рекомендации, наверное, епископства моего или не моего. Я не знаю, моей церкви или вот этой церкви, которая епископа. Они же проверяют все письма. Типа вот в этом вся эта хрень. Вот почему они, кстати, туда-сюда гуляют. Они каждое письмо, что я отсылаю, они читают, подвергают цензуре. И поэтому оно туда-сюда ходит. То есть что-то иногда лучше не отправлять, чтобы не понижать отношения с епископом. Епископом, но с церковью. Ну, не знаю. Посмотрим. Пиши, мои тетушки Агате. Я не знаю такой. Полученные документы явно поддельные. Многие бы этого не заметили, но ваше образование позволяет вам найти разницу в печатях. Вопрос лишь в том, найдет эту разницу в печатях епископская служба, которая будет цензурировать все это, проверять. Вот вопрос. А давай проверим. Сколь умные искусственные там работники работают. А теперь, если вас с мужем проверят, все будет в порядке. Но все же не испытывайте судьбу, уезжайте к Борну. К Огольсту, наверное, Борну, что ли? При первой возможности. Не хочу услышать печальных новостей. Люблю вас. А у меня нет варианта что-то другое писать. А, наверное, адреса какой-то другой можно. Сразу епископу. Во, смотри. Можно Агате отправить. То есть помогать в темных делишках Виктории. А можно и епископу отправить, да? Я даже не знаю. В прошлой серии я говорил, что хочу помогать их делам всем. Пусть они муткие мутят, дела крутят. Но я боюсь, мы так, наверное, скоро плохо закончим. Ну, и тем интересней. Посмотрим, что будет. Давай, ладно. Раз уже я там помогал им, ну и дальше продолжу помогать. Давай, сейчас смотри. В нулину просто укатается епископ. Ха-ха! Салют. Нет, я по шуте. Я вообще-то не думал, что прям в нули. Но я думал, ну, там чуть-чуть останется. А ты слышишь какая-то тревожная музыка? Такая. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Любой будет объят языками пламени, если его посчитают недостойным. Похоже, там костер уже на главной площади разжигают. Уже туда вязанки дров стягивают. Чего-то от Рю не единой весточки. Он даже не пришел на встречу, когда пригласил его прошлым письмом. Что-то тут не так. Пиши ему в академию. Достучимся до него. А мне в академию посоветовали не писать. Бумагу зря не тратить. Салют, Дрю. У тебя все в порядке? Домашние уже беспокоятся. Всем будет проще, если расскажешь, в чем проблема. И мы ее вместе решим, какой бы она ни была. Написать, что продиктовали, спрятать бумагу. Ну, нет смысла писать туда. Мне сказали, что все письма перехватываются, уничтожаются. Поэтому, а смысл? Ну, она все равно не дает до него. Поэтому давай прятать бумагу. Может, как-то поможет отделаться от костра Инквизиции. Да. И меня сожгут. И бумагу эту. Это еще для растопки костра. Я буду ее использовать. Припрятанную мне бумагу. Скучаешь тут? Да когда ж приходится. Я уже тут такими мыслями, барон, исхожусь, что мне, по-моему, все. Не до скуки. Тебе сегодня снова писать много раз. Слова мед, воск, доставим и еще больше раз числа. Разве что в этом письме добавится слово бесплатное. И такое бывает, когда епископ готов тебе песка за шиворот насыпать, только отвернись. Я так понимаю, сейчас будем бесплатно писать епископу, да, отправлять ему товары производства барона. Может, и отношения его вырастут, и мы сбежим костра. Условия поставки продукции, цены, сроки доставки и другая информация, написанная вами множество раз за недолгий срок своей службы. Очень недолгий. Похоже, он подходит к концу. Помимо всего перечисленного, спешу порадовать вас новостью о том, что к вам уже отправилась телега с воском бесплатно. Будем считать это пожертвованием. Я думаю, сейчас все нормально восстановится. Я надеюсь. Могу только епископу отправить. Давай, 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 епископ. Ну, нет, в смысле, а почему не восстановилась? Бесплатную телегу с воском, свечки буду делать там. Баронесса села на стул перед вашим столом и глубоко вздохнула. Астрид нарисовала нашу семью. Я вот смотрю на Орвальда тут. Давно он не такой. А для малышки отец ни на каплю не изменился. Я вообще не понимаю, кто здесь где. Тут три женские особые в юбках, да, потому что треугольниками тела их изображены. Туловище и два мужской особи. Ну, это, наверное, барон. Цепь какая-то у него на этой. Кто здесь где? Говорит, не похож, не такой. Про кого там? А, про Орвальда. Про брата барона. По молодости он горы сворачивал. А сейчас из него весь из Адора выветрился. Он будто умер. Только мертвецы так не жиреют. Ума не приложу. Как его оживить? На самом деле, при вас он еще повеселел. Может быть, у вас получится положительно на него повлиять? Ладно, совсем я тут разнылась. Пойду приведу себя в порядок. Ну все, конец игры. Все, так быстро. Ваша душа сгорела. Вот, видимо, первая из концовок. Короче, вообще нельзя допускать, да? Понижение параметров. Ну, это же как-то неинтересно. Игра не дает какого-то шанса исправить. Как в Бран, ты помнишь, мне с Филиппой постоянно он какие-то последние шансы там давал. Как-то можно было выкрутиться чем-то по жертвам другим. Например, перекачать там терпение барона, как бы немного понизить. Да, тут немножко повысить. Какие-то возможности нужны. Какие-то последние шансы. Какая-то вот немножко вариативность, чтобы как-то на грани все это висело. Но я мог как-то еще пытаться балансировать. А вот так просто тупо, что раз и все. А так получается тут тогда есть однозначно плохие варианты, которые ни в коем случае выбирать нельзя. То есть сейчас я вот выбрал этот вариант отправить документы эти поддельные. Получается этот вариант вообще недопустим в этой игре. У меня там довольно много было поддержки епископа. Не полностью, но там процентов 60-70, наверное, было. Оно в нулину укаталось. Я как бы это, думаю, там скорее всего было бы и даже полностью заполнено, и все равно укаталось бы. То есть получается здесь есть какие-то варианты, которые вообще выбирать нельзя. Ну просто вообще нельзя. Ну как-то не знаю. Мало вариативности в таком случае получается. То есть я должен каким-то определенным путем отыграть очень четким каким-то... А где? А где? А где эта концовка? Если обычно ни одного не произошло. Это вообще работает здесь? Ну это же была концовка. Моя душа сгорела. То есть это не концовка. А, типа проигрыш, наверное. Гейм-овер, да? Гейм-овер так гейм-овер. Давай по новой. Надеюсь, только новый писарь. Первое октября. Сейчас мы по брику, мой друг, раскидаем их. Это твое рабочее место. Прошлый писарь здесь оставил все необходимые принадлежности. Так что, думаю, разберешься. Не сомневаюсь в твоем профессионализме, но напомню, что в твои обязанности входит и своевременная проверка почты. Как только что-то придет, сразу неси адресату. Куда же мог запропаститься твой предшественник? До сих пор дивлюсь. Здесь же все условия. Личный кабинет, все по церковному укладу вашему. Ладно, развлекайся тут, пока... Пока у меня нет для тебя работы. Добрый день. Я Оливия. Надеюсь, вам у нас понравится. В каком-то смысле все, кто живут под одной крышей, становятся одной семьей. Ой, чуть не забыла. Я бы хотела отправить письмо. Здравствуйте, извините, но я вынужден отказаться от дальнейших занятий. Надеюсь, это вам не доставит. Неудобно спасибо за выделенное время. Всего вам доброго. Написать, что продиктовали, и отправить, и отправить... Ну, учителю... Хотя барон приходил на самом деле. Но она говорит, от ваших услуг. Я вынужден отказаться. Ну, значит, так же будем отправлять. Я не вижу в этом чего-то там нарушающего, что бы то ни было. Если посмотрим, как показатели тебе отреагируют, давай, учителю отправлять будем, как в прошлый раз. Что там произошло с показателями? Такие же остались. Вы не заняты? А, вы же не говорите. Я подслушала, что диктовала сестренка, поэтому хочу помочь ей с ее картинками. Она очень-очень хотела бы это делать с Милолинис, но никогда не решится ее побеспокоить. Так, Милолинис. Это там, по-моему, один из адресатов будет возможный отправлять письмо барона с просьбой, ну, новую гуверантку, короче, он будет искать, или гувернанта. Вот, Милолинис, этот Астрид просит, чтобы ей именно мы писали, а мы и не ей писали, мы какого-то там другого писали гувернанту, и в результате он потом пьяный забирался на какую-то колокольню, барон нам жаловался, и искали мы еще нового. Поэтому давай сразу Милу Линис будем. А вы можете ей написать? Да, да, да. Бумагу вам дают только взрослые на то письмо, что хотят отправить. Ну, вы же можете что-то придумать? Вот, даже, кстати, намекает Малявка, что бумага здесь очень сильно подотчетна. Она, наверное, там с водяными знаками, номера какие-то проставлены на ней, да, чисто подотчет мне выдают ее. Да нет, просто 1500 какой там год, редкость бумага, дорого стоит. В любом случае, благодарю. Доброй ночи. По-моему, так же осталось, как и было. Ну, потому что мы ничего такого не делали, плохого или хорошего. Получателе письма, укажи не имя, а этот адрес. Все в порядке, он даже не догадывается, и лишь, как всегда, закрывать глаза на все, встретимся в нашем месте, приходи к 7 вечера и захвати с собой вина. То, которое ты расхваливал в прошлый раз. Не знаю, не уверена, нужно ли мне... Да, в принципе, а зачем мне ее покрывать, или надо ее покрывать? А так попробуем написать признание в измене и отправить ее мужу. Глубокую печаль и тяжелым сердцем я больше не могу скрывать правду. Я была неверна тебе, не думаю, что смогу как-то оправдаться, никакие причины не могут оправдать измену. Нам стоит обсудить это лично не дома, чтобы дети или кто-либо другой не послушали. Давай, признание в измене и отправим и отправим барону. Посмотрим, что продает. О, епископ, кстати, на максималку. Учитель для Оливии. Из-за моей дорогой доченьки одна головная боль. Это самое большое, что тебя волнует, барон. У тебя жена прислала признание. Признание в том, что она неверна тебе все это время была. Терпение барона в нули на упало. А почему? И что он со мной сделать? На колу меня поставит. А я при чем? Жену, жену давай, казни свою. Я при чем? А, кстати, с епископом, видел? На максималку выросла. И, кстати, к самобичеванию я двигаюсь, да? То есть, моя совесть меня гложет. Видишь, половинка убралась. То есть, я неверно поступил. Блин, слушай, эта игра какая-то очень слабо вариативная. Это просто какое-то хождение по минному полю. То есть, вот этот вариант никогда нельзя выбирать. Вот этот вариант никогда нельзя выбирать. То есть, просто тут надо какой-то методом проб и ошибок выстроить путь определенный, да? И просто ему двигаться. То есть, вариативность стоит прямая ноль. То есть, я не могу как-то тут как-то играть там. Или мы просто не дошли до этого еще, я не знаю. Тут же какие-то масса событий есть. Сколько их тут? 16 штук. Да хрена. Ни одного еще не видели. Если не получается, бросила бы уже давно. Ну, жена тебя бросит, или ты ее? Ладно. Посмотрим, согласится ли Бурдо. Да я знаю, кто согласится. Надо другому. Здравствуйте, наслышал о вашем таланте к искусствам. Предлагаю вам стать гулянтом моей дочери Оливии. О деньгах не волнуйтесь, договоримся при личной встрече. Если согласны, то по каким дням вам будет удобно проводить занятия. Оливия будет ждать вас в ближайший из них. Пишем то, что продиктовали. Отправляем Миле Линия с вот этой, потому что нас малая просила ей отправить. Ну, давай отправим. Может, как-то это... Еще больше, наверное, терпения хозяина истякнет, потому что он просил этому отправить. Давай посмотрим. Ну, все, капец, да? Вас повесили. То сожгли на костре, то повесили. Открылась какая-то концовка, опять же. Ничего не открывается. То есть это какие-то концовки, которые мы получим в зависимости от того, как пройдем игру. То есть целиком надо пройти все-все-все-все-все события, до конца. А тогда получается все-таки, слушай, мы вдруг есть какая-то вариативность. Но иначе 15 концовок, это... Ну, как-то они же должны отличаться. То есть какие-то различные эпилоги, какие-то различные будут... Не знаю. Давай еще разок. Надеюсь, только новый писарь. Ладно, мы посмотрели две концовки, ну, так сказать, проигрышных. Самобичевание мы еще не видели. Так, давай, это мы все слышали. Давай, давай, до свидания. Добрый день. В каком-то смысле все... Ой, чуть... Давай, давай, давай свою писульку, я даже дослушивать не буду, я все раз напишу и отправлю вот этому. Давай вперед. извините, я подслушиваю. Вы можете ей написать? В любом случае... До свидания, малявка. Так. Получать олепись... Да-да-да, укажу то самое, которое ты мне продиктуешь и отправлю тому, кому надо. Давай. С епископом упало процентов на 30. Хотя совесть все равно немножко упала, но не так сильно, как в прошлый раз, когда мы отправили ее мужу признание. Так, давай, то, что он продиктовал, но отправляем все-таки опять же Миле Линис. Давай, давай. Нас домочадцы просят ей. Я так понимаю, это лучший вариант, потому что все равно алкаш. Чертов. В смысле терпение до нуля? Чего? Чего? Не, ну сейчас я вообще не понял. Не, не, сейчас, 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 я вообще не понял. А в этой игре есть вариативность? Или ее ноль? Чего? А как бы я мог тогда поступить вот так, чтобы... Подожди, малая нас просит, а как вот ее просьба... Надеюсь, только новый биз... Я что-то не понял. Не, мой друг, это какая-то ерунда. Это твое рабочее место, не сомневаюсь. Куда? Здесь же. Я что-то не понял. Добрый день. В каком-то смысле все... Ой. Давай это письмо отправим этому... отцу ее, барону. Давай посмотрим. Давай все варианты перепробуем. Я это еще не пробовал. Сейчас сразу до нуля, наверное. То есть она письмо написала, что хочет отказаться от услуг этого вот этого хрена. Давай это письмо не этому хрену отправим, а ее отцу. А-а-а! Смотри, восстановилась! Вы не заняты? То есть так правильно надо было делать? Ну, кстати, совесть немножко упала, потому что не там отправил. Может, я подслушала, что вы можете в любом случае... А почему его отношение Восполнилось? Потому что Потому что Типа он себя под контролем держит Получатели письма укол Дочка не шлет там сама письма непонятно куда Кому Тут только так можно вступить Блин, да совесть сейчас укатается Сейчас третью концовку посмотрим Еще раз благодаря Так, давай То, что продиктовал ты мне Но отправим все равно мили Линес Я надеюсь в нулину прям не укатается То есть таким образом наверное можно Вот это лучший вариант Но не зря же нас малая просила И мы знаем то, что вот этого хрена нанимать смысла нет Он будет уволен через неделю Давай А, да, сохранилось не до конца Вот как правильно Ну блин, так не интересно То есть получается Тут чисто есть какой-то вот определенный Не, ну понятно, что есть некая вариативность Но она не слишком велика То есть Понятно То есть надо тыкать все варианты Выяснять, где добавляют Где уменьшают Что Какая приятная неожиданность Я как раз уже полгода обучаю братьев Ливали Наверное они рассказывали об этом Августу А он о Ливии Впрочем неважно Главное, чтобы она была готова прилагать усилия В учебе Приеду в среду Так, а кто это? Это наверное это который А, это который Милу Линес Это который мы отправили, да У нас такого не было в прошлый раз письма Барону отправило письмо То, что она согласна А что это дает? Я недоволен твоей работой Почему ты не выполняешь указания? Еще раз повториться Сам напишу жалобу в церковь И вышвырну тебя на улицу Вот это поворот Такого у нас я не помню в прошлый раз В прошлой серии А зачем мне тогда Все это надо было А, ну как-то наверное Еще обыграется Как-то еще нам все восполнит То, что будет хорошая гувернантка Может даже сюда добавится Она в книжку к нам Ну вряд ли Что еще не добавилось Понятно? Угу Ищи на имя епископа И вложи в письмо эти деньги Так, может нашей церкви отправим? Не-не-не Надо с епископом Наверное восстановить это самое Не будем мы Своей церкви отсылать Он же наверное Если эти деньги Отошлю в своей церкови Это же письмо тоже будет проверено Священником Вот, епископом, да? То есть он узнает Что Отправитель баронесса Письмо с деньгами Предназначается ему Но при этом Я отправил в своей церкви То есть это скорее всего Прогрешный вариант То есть если я так нажму То вот До нуля И меня сожгут О, а так на максималку С него восстановили Надо вот здесь восстановить Приветствую Я не могу Хотя совесть немножко отросла Значит Мне нужно отправить Грегору Левале Эти деньги Итак Письмо Отращивай долго Больше твоими картами не играем Попросим по колоду со стороны До скорого До скорого До свидания Дядя Спасибо вам Сестра приготовила для вас Немного постелы Ее местная постельщица научила Оливия сама бы принесла Но Но сами знаете Какие вы взрослые Стеснительные Вот мой друг Смотри-ка Я поругался Ну правильно Надо поругаться И сразу игра такая Опа И начинает выправляться Видишь Какие-то развилки пошли Какие-то другие события пошли Как-то у нас история меняется Ну вот нормально Нормально Уже интересно А то я думал Блин Тут просто какой-то порядок Определенный действий Да и все Нет ничего Нет Есть вариативность Мой друг Нет Есть она Ну смотри Как хорошо Все-таки поступил Как-то смог Протиснуться Вот так Чтобы поступить И видишь Как хорошо Сейчас пастилы покушаем Не знаю Поможет ли мне Это как-то Приятного аппетита И еще раз спасибо Пожалуйста Так Показы типа упало На самом деле нет Совесть там отросла И Отношения с бароном Остались такими же Как были Барон Мэдок Прислал Барону Орвальду Это С этому Брату Нашего барона Ваш сын напал На моих детей Если не хотите Чтобы дошел до суда Гуматис и вот Подожди А почему он Орвальду прислал А Орвальда Кто Кто дети Орвальда Подожди У них есть вообще дети Ну и наглость Этот барон Мэдок Совсем из ума выжил Обвиняет брата В нападении На его мелких поганцев Так Подожди Кто там Кому Чьими детьми Приходится Старшая дочь барона Так Она Оливия Это Дочь барона Это жена барона Это его дочка Старшая Это Его младшая дочка А А у этого сын Да У Бертара И его жены Виктории Август Сын А Сын Бертара Орвальда Блин Я думал Это тоже сын Барона Нет Вот Сынок Он приходил Собственно Деньги А он такой же Наверное Тоже какой-то Плут Еще тот Как его Мамашка С папашкой Тоже наверное Требует Особого Надзора Какие-то Деньги Какие-то Какие-то Карточные Долги Тоже Шулер Какой-то Ясно 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 Хорошо Мы с Дрю гуляли И встретили его знакомого Пока они болтали Я увидела Замечательного котика И подошла к нему Чтобы сделать пару набросков И тут Это хулиганье Набросилось на меня Конечно Брат встал На мою защиту А отец же Любому поверит Больше чем Родной дочери Зла на него не хватает Да Действительно Я не вправе такое просить Но Пожалуйста Ради меня и брата Напиши гневное письмо Медаку Вместо той чуши Что наплетет отец Вот смотри Она просит меня Сделать то Что я в прошлый раз и делал Именно гневное письмо Медаку Вместо той чуши Что наплетет отец А мы в прошлый раз так и поступали Только вот Как бы в этот раз У меня терпения тут мало У этого А можно как-то игру Сохранять как-то Блин Нет Просто сохранить и выйти А потом просто продолжить Можно только Плохо нельзя какие-то сейвы делать Ну просто меня потом Опять протыкивать До сюда Ну попробуем Конечно да Попробуем Попробуем этим вот Дочкам Всем малым Этим Оливием И прочим Как их там зовут Астридам Всяким будем подыгрывать Не знаю Но мне кажется Это долго не продлится Если ты отправишь Сразу расскажу отцу Что я попросила Тебя это сделать Обещаю Ты только не забудь Смотри Ну вроде как нормально Все Она Она меня отмажет Хорошего дня Обещает Слушай Сейчас проверим Твои обещания Сейчас придет Наверное Барон Добрый день Да добрый вечер Какой день Пиши письмо Барону Мэтдеку Ну давай Гневная Как пропросила Его дочка Она вроде как Должна нас отмазать Обещала Ну давай 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 попробуем Ага Приветствую Отмазала Весточку Дрю Угу Дай все что хочешь Пофигу уже А смотри Остальные параметры Прям на максимум Совесть у меня Восстановилась Да То есть я помогаю Этим малым Моя совесть Восстанавливается Вот только Баронам терпения Не хватило Да не важно Что ты мне диктуешь На самом деле Уже все равно Потому что Меня сейчас Вздернут Будем знакомы Ябертар Брат барон А давай я это все Прокручу В этом нет смысла Никакого Я сомневаюсь Что письмо Какой-то Этого чувака Восстановит Ювелиру Какому-то Восстановит Терпение Барона Ждет меня Петля И все Подожди Ему сейчас Останавливается Что попросила тебя Извинить Мое письмо О подожди Сейчас Мой друг Я рано хороню Нашего Безымянного Монаха Песца Пока шел сюда Чуть с лестницы Не свалился Не хочу Тратить силы И время На разбирательство Даже если бы Хотел С тебя Слово Не выдавить Это все Пустое Надеюсь Сегодняшний день Побыстрее Закончится Давай-давай-давай Восстанови терпение свое Да Мой друг Нормально Живем Более того Даже Мой друг Мы не просто Живем Мы процветаем Там только Терпение Барона Надо контролировать А все остальное На максималках Так Ювелир Отвечает Заказ Будет готов Через два дня Этому Орвальду Барон Ливали Это на бал Будет приглашать Причем Бертара Опять почему-то А не нашего Барона Настоящее письмо Приглашает Семельство Орвальд Маскарад Масках В поместье Ливали Ужин Бал Поместье Ливали Пять вечера 14 октября Запоминаем Пять вечера 14 октября 1524 год Тут все Мой друг Нужно запоминать Ну а как раньше Песцы работали У них хорошая память была Они все запоминали Все ниточки Там интриг У себя в голове Соединяли И плеветь Интриги Вот так И мы должны так быть Это же симулятор песца А не симулятор Какого-то Не знаю Который Всю статистику ведет Чего Где За всеми там Подмечает Записывает Как там Не знаю В Бранте Нет Мы тут все Должны в голове держать Как и было в то время Бумага дорогая была Не до записи Пометок было Все в голове держали Мой друг Так И Барон Мэдок Барону Орвальду Присылает Нашему хозяину По все вероятности Прийти к чему-то толковому Мы сможем Только при личной встрече Заодно Обсудим торговый Короче как в прошлый раз Сможет приехать Он между 16 и 25 октября Время и место встречи Оставлю наше Подожди-ка Если он приедет 16 октября только А Приехать Между 16 и 25 октября Куда? А К нам наверное домой Да? Или приехать вообще Откуда-то Сюда То есть он где-то на выезде Или он все дома А нет Все-таки наверное Это он имеет ввиду Что в этом промежутке Он сможет к нам Приехать домой Да? Предлагает Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа момент, чего я тут накосячил. Я никаких писем, ничего не посылал. Адбертар приходил, ювелиру отсылал письмо. Или это шифровка какая-то была. Не знаю. Живет тут со своей прошмандовкой. Деньги за комнату еду не платят. Родня же. Ради Господа, пусть живут месяц, два, но не два же года. У них денег немерено. Могут хоть завтра съехать. Ну нет же, братец не гонит. Значит, можно дальше сидеть на шее. Непостижимая беспардонность и нахальство. О, Господи. Мэддок проедает дырку у меня в голове похлеще жены. Что сделать, чтобы он угомонился? Пригласи его, обсудите дела с ним, уладьте все, бизнес какой-то наладьте, отношения партнерские, все будет хорошо. А, к черту. Пошел бы он куда подальше. Не хочу видеть его морду. Барон ушел, оставив лист бумаги на вашем столе. Как же воспользоваться этой возможностью? Написать то, что слетело с уст барона перед уходом, пригласить в дом Орвальд или спрятать бумагу. То есть получается здесь выбор, как поступить с этим листком бумаги, который получается безучетный, остался бесхозный, да, и я могу либо припрятать его на будущее, чтобы где-то, что-то, как-то поступить, либо пригласить его к нам на 18 октября домой, этого медика, либо написать ему гадостей. Я думаю, написать гадостей ему не стоит. А вот пригласить в дом может быть. Скорее всего, барон же никак не узнает об этом, да. Блин. Давай попробуем. Я понимаю, что можно спрятать бумагу для чего-то, может, более стоящего. Я не знаю, мне кажется, это довольно-таки стоящее дело тоже. Давай поступим, как в прошлый раз. Я не помню, что там будет, что там, я не знаю, но сейчас посмотрим. Не укатается ли там? Будьте, пока не укаталось. А, укаталось, нас повесили. Ну ладно. И снова я! В этот раз письмо поважнее, так что пиши с предельной аккуратностью. Так, а это тоже приходит, смотри-ка, с деловым предложением к Медоку. Здравствуй, Медок. У меня есть деловое предложение, которое наверняка тебя заинтересует. Поведаю о нем. Приличная встреча как-то счет 17-го к ребя в твоем доме. Приедем с женой, пусть наши дамы постучат доволь. То есть, получается, правильный вариант. Надо было спрятать эту бумагу, да? И, возможно, лучше этого отправить, поменять дату встречи на 18 октября. Я не думаю, что меня спасет какой бы то либо из этих вариантов. Ой, как у тебя здесь, Мила. А, ты же молчу на нас. Я и забыла. Вы вниз, что ли? Да как-то не улыбается мне. Мне петля ждет. Не обращай внимания. Сама не внимаю, что за чушь болтаю. Мне бы... Я зашла отправить письмо, а после сразу вернусь в постель. Итак, напиши, пожалуйста, баранесе Ливали. Ну, получается, но, к сожалению, не смогу появиться на балу из-за болезни. Давно не видела вас с ребятишками. Надеюсь, в следующий раз обойдется без окази. По скриптам скажите слугам не доливать мыдоку. Последнее время от его пьяных басен надо бы надеть им уши закрывать иногда и мужьям. Может, улечить ее во лжи? Может, как-то мне это поможет? Здравствуйте. Доношу до вашего сведения, что Виктория Орвальд притворяется больной. Это письмо должно было быть уведомлением баранесы Ливали о том, что Виктория не приедет на бал. Причины подобного поведения неизвестны, что следует предпринять в ситуациях. Скорее всего, если улечить во лжи, то, наверное, я отправлю вот епископу, то есть могу с ним восстановить его доверие. Но у меня и так все прекрасно с епископом. Вряд ли это барону будет письмо. А может и барону слушай. А так попробуем улечить во лжи. Посмотрим, кому епископу или барону. Возможно, с бароном можно восстановить будет сейчас. А, нет, епископа. Ну, тогда все. Петля. А, почему упала? Сегодня Алиса с соседнего двора играла в какую-то интересную игру с братом. Я тоже хочу. А почему упала? Да давай, научу. Давай, давай, давай. Умею? Да, да, умею. Давай, учу тебя. Давай. Все, научилась. Все, вали спать тогда. А я в петлю. Чего? Такого у нас пушилась не было. Вот тебе и наняли эту гувернантку Милу Линус, которая приставала ко мне. Что мне делать? Я в полной растерянности. В каком плане она приставала к тебе? Что за 18 плюс начинается? Помоги. Напиши, что считаешь нужно. Кому-нибудь, кто поможет, по твоему мнению. Вот тебе и блин и снизили с этим хозяином дома кое-как там едва как-то дошли до сюда. Да, оказалось, что мы зря помогали этим девкам с этой гувернанткой. Она вон какая оказалась. Лучше бы того алкаша наняли. Тексты 30 письма на ваше усмотрение. Сложно о таком говорить и даже писать, но другого выхода нет. Мила Линус, мой учитель, пыталась совратить меня. А я невредима, но в ужасе от произошедшего. Знаю, что она во власти греха, но прошу, не нужно прибегать к крайним мерам. Я только хочу сменить учителя, не пересекаясь с ней. Мила Линус совращала Оливию. Мила Линус плохо учит Оливию. Признаю, я ошиблась. Мила Линус оказалась не таким хорошим учителем, как я думала. Прости за мое своеволие. Больше такого не повторится. Можешь, пожалуйста, найти мне другого учителя. Скорее всего, отцу ее письмо. Так иди ему и так, расскажи сама. Или она боится ему покаяться в этом, да, типа, ну, стыдиться. А мне можно. Ну, я уже говорю, я у них тут семейный психолог. Они вот так приходят, жалуются мне, на всякое. Слушай, а, а я бы, наверное, чтобы не, чтобы я не выбрал, скорее всего, мне в любом случае будет еще больше минуса от Барона, потому что это, это ведь именно я же, я же письмо отправил этой самой Миле Линнес. Я виновен во всем этом. Да, конечно, она меня отмазала, потом сказала это, на, типа, поросила, но все равно же я виновник всего этого, я всю эту кашу заварил с этой Миле Линнеса. А сейчас я еще письмо Барону отправлю, что она совращает Оливию этой Миле Линнес. Ну, не то, что меня казнят в петлю, меня... Ну, пусть совращает, ладно. Или Барону, или Епископу. давай Барону отправим. Восстановилась? Как это работает? Как это работает? Мой друг, я не знаю, как это работает. Я без понятия, почему? Почему? Смотри, ко мне пришел Барон, он попросил меня написать письмо там, какому-то Жоржу, или какому-то там, как-то по-другому его звали, гувернанту, предложить ему работу. Я его ослушался, написал какой-то этой, как оказалось, извращенки. Он пришел, накричал меня, ты помнишь, да, вот, только что было минут 10-15 назад, он накричал на меня, нагрубил меня, сказал, ах ты такой сякой, чтобы такого больше не было, как ты посмел, я тебя там, значит, так и этак. Потом проходит несколько дней, я отсылаю Барону, не знаю, докладную записку о том, что это, значит, извращенка совратила его дочку, и а его доверие восстанавливается, ко мне такой, а, ну окей, нормально, чувак, давай, доработай дальше. Как это работает? Кто-то мне объяснит, я не понимаю. Так, Медок прислал Бертару то, что ждет его и его жену у себя к обеду какого-то там 14-го или 15-го или 16-го октября. Епископ и Вер, а, это мы с этого начинали. Так, подожди, я тут что-то такого не помню. Мой дорогой дьякон, вы отдаете отчет своим действиям. Ваше письмо это нарушение обета молчания. А, вот я почему молчу, и оказывается, все нормально у меня с языком, у меня просто обет молчания. Эпитимью на меня наложили. Вон, в чем дело. А, так подожди, а чем я нарушил эту эпитимью? Даю вам первое и единственное предупреждение. Указывая на грехи других, вы забываете о своих. Ваш пост не дает вам права грешить на благо службы. Вы должны быть достойным представителем церкви. Запомните это. Что касается письма Виктории, было написано подобающее письмо и направлено адресату. Пусть Виктория делает, что задумала, а мы понаблюдаем за этим. Кто такая Виктория? Господи. Ты такая Виктория? По-моему, это жена этого брата барона, которая документы какие-то отсылала куда-то. Наверное, так я не указывал на ее грехи. Это вот на основании чего это вылезло? Откуда это? На какие? Триггер, на что сработал здесь? Я не понимаю. Мой друг, ты понимаешь? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Вот правда. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто понял. на что сработал здесь триггер? Вот почему я это получил? Какой грех я указал? Кого? Чего? Или я уже запутался в конец? Мы тут уже четыре раза переигрываем в этой серии. Не знаю. Не знаю, мой друг. Диакон Тимофей прислал мне так это. Ну да, это то, что мы начинали с чего в этой серии. чтобы я письма в Академию не слал. Это пустая трата бумаги. Так, и это то же самое про наставление на то, чтобы я был здравствуй. Здорово. Курить будешь? Нет. Нет. Ну и ладно. Да знаю, что вам нельзя. Не важно. Знаешь, что интереснее? Клавесин... Ой, все, я с... Давай с вами клавесинами вали отсюда куда подальше. Да, я понял тебя. Все, пошел. Пошел вон. Доброе утро. Напиши Виолетте или Валя. Ты оправилась от совращения уже? Привет, скоро приедем к вам на бал. Уже не могу дождаться. Поможешь мне кое с чем, даже не знаю, как лучше выразиться, поэтому скажу прямо. А можешь как-нибудь организовать, чтобы на балу Август пригласил меня на танец? Зачем ей, чтобы Август приглашал ее на танец? У них любовь, что ли? Так они же это, двоюродные брат и сестра. Она... Подожди, а кто там пришел? А, не ту смотрю. Это вот это. Старшая дочь барона, 18 лет. А Август 23 года. Старшего на 5 лет сын Бертара. Вот этого. Чувака, который мне про клавесины рассказывал. Они же двоюродные брат и сестра. Ой, чую, мой друг, в этой игре тут что-то прям... Я в долгу не останусь, будь уверена, естественно, прошу сохранить оттайне мою просьбу до скорого. Ох, они мутят, крутят. Это последствия совращения, интересно, что она уже начала заглядываться на брата своего. Или как? Так, можно барону отправить, можно Виолетти или Вали. Слушай, давай барону отправим. Пусть знает обо всем, а в этой... Я не хочу в этом инцесте участвовать. Это уже что зря уже начинается. Какие-то совращения... Теперь еще до этого дошли, блин, до инцеста. Давай посмотрим, как он отреагирует на это. О, восстановили, мой друг, живем, слушай. Я научился в эту игру играть каким-то образом. Я к тебе опять с просьбой. Положи в письмо эти документы. Жесть! Пиши моей тетушке Агате. Получили документы явно поддельные. Так, а это мы знаем. Нельзя отправлять, нужно епископу отправить эти документы, иначе нас сожгут на костре. Давай епископу их. Совесть замучила, смотри. Салют. Чего-то отрю не единой весточки. Он даже не пришел на встречу, когда пригласил его прошлым письмом. Что-то тут не так. Пиши ему в академию. Достучимся до него. Давай свое письмо, я спрячу его. Не будем, прячем давай. Совесть замучает, не? Скучаешь тут? Да когда приходится скучать? Тебе сегодня снова писать много раз слова мед, воск, доставим, разве что в этом письме. Давай, давай, бесплатно, да, давай, бесплатно, епископу, там нет вариаций, чего выбрать другого, все, это мы видели в начале серии, давай, епископу, до свидания. Проживем этот день, как думаешь, мой друг, без смерти? Астрид нарисовала нашу семью, по молодости, он на самом деле, при вас он, ладно, совсем. Все, посетила психолога, иди дальше. Живем, мой друг, выжили каким-то образом, 19 октября настало, так подожди-ка, а уже эти встретились там одни, другие, пятые, десятые, давай в следующей серии мы это посмотрим, кто там с кем встречался и к чему это привело. Ставь, мой друг, лайк, если понравилось данной серии, ставь лайк, что-то не понравилось подписывать, чтобы не пропустить следующую серию, посмотрим, дадим игре шанс, не знаю, пока у меня какие-то сумбурные впечатления насчет нее, с одной стороны, вроде есть вариативность, более чем, а с другой стороны, как-то не знаю, странно, я не совсем, не совсем очевидно, где что выбирать надо, как, как тут все пройти, так ни одного события не открыли мы, да, с тобой? Нет, ничего не открыли, и концовки не открыли, хотя целых две было в этой серии. До встречи в следующей, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok